Мы можем протестировать другого мышца, но не очень сильно. Дэвид Лив – основатель спортивной кинезиологии в Америке. Кинезиология – это научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях. Американский спортивный врач считает, что именно его коллеги могут улучшить спортивную форму и показатели олимпийцев или паралимпийцев. Я пытаюсь показать людям и практикующим врачам, кто работает в спорте, разные пути лечения спортсменов, как улучшить качество своей работы и как максимально эффективно и быстро помогать в реабилитации спортсменов. Традиционно спортсменов осматривают доктора уже после тренировок или спортивных мероприятий. Задача спортивных врачей сегодня – проверить нервную систему футболистов или, например, легкоатлетов во время нагрузки. И вот тут выявляется много нового. Достижения прикладной кинезиологии можно использовать не только в спортивной практике, но и в санаторно-курортной. Во-первых, показано, как можно работать с паралимпийцами в спорте, как можно достичь результата у тех людей, которые имеют дефекты в форме двигательного аппарата. Очень много интересных материалов о том, как вообще использовать санаторно-курортные практики, как правильно подбирать минеральную воду, как физиопроцедуры, как грязь лечения, таким образом, чтобы оно не разрушало организм, а наоборот восстанавливало. Сейчас в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт» на сборах находится заслуженный мастер спорта, чемпион паралимпийских игр по легкой атлетике Алексей Ашапатов. Он на себе проверил мастерство врача из Америки и убежден, что современная кинезиология способна творить чудеса. Есть определенные манипуляции. Допустим, для метания диска нужна определенная гибкость в поясничном отделе. И Дэвид, нажав определенные точки, способствует расслаблению этого отдела и появляется гибкость. И тренировки проходят совсем по-другому. Выявить резервные способности организма без применения медикаментов – вот к чему стремятся спортивные врачи, которые и во время тренировок рядом со спортсменами. Ведется динамическое наблюдение за возможностями организма. Спортсмен после высокоинтенсивных нагрузок не является заболевшим, но он нуждается в восстановлении своей физической формы. И вопросы обеспечения этого восстановления, они порой немножко выходят шире медицинских рамок. Они носят более, скажем, биологический характер. Специалисты, участвующие в реабилитации, говорили сегодня о дисбалансе мышц и тактике быстрого обезболивания в спине методами мануальной и других видов терапии. И выработали алгоритмы совместных действий спортсмена, тренера и реабилитолога-кинезиолога.